МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вы, я знаю, имеете непосредственное отношение к этой федерации. Да, я выполняю послушание духовника федерации бокса Тверской области. И вы знаете, вот стейший патриарх Кирилл, он очень большое внимание уделяет спорту, так как спорт – это важнейшая часть нашей жизни и общественной жизни вообще в целом. И наибольшее внимание он уделяет духовному развитию среди спортсменов и в спортивной среде. И мы стараемся заниматься вот этим духовным воспитанием подрастающего поколения и тренеров и наставников. Потому что ведь в секции бокса приходят дети и подростки, которым нужна основа, на чем стоять, непосредственно, и где они еще узнают. Мы часто говорим, что тренер, он подчас второй отец для ребенка. И это все, что происходит в жизни молодого человека, все касается спортивного тренера. Да, пример наставника очень важен. Поэтому мы проводим форум тренерский ежегодно. Все тренера, как правило, являются прихожанами тех или иных приходов в нашей епархии и в двух других епархиях нашего региона. Через тренеров идет миссия. То есть это очень важно. Пример тренера бесспорно очень важен. Чему учит тренер вообще, чему учит спорт? Спорт учит преодолению, преодолевать себя, бороться. Человек, когда рождается, он уже прикладывает усилия, он уже держит равновесие. То есть вся наша жизнь есть борьба, есть некое преодоление. И, собственно говоря, и вера наша тоже учит преодолению. Преодолевать трудности, сложности, искушения на пути к успеху. Поэтому спортсмены, они очень подходят и уже подготовлены, как правило, тренерами для вот этой миссии. Умеют держать удар, да? И физически, и духовный. Преодолевать себя, прежде всего. На пути к стяжанию, к цели и к стяжанию в том числе и духовных каких-то успехов. Ваш путь в бокс каким он был? Я знаю, что вы занимаетесь сейчас, да? Но хотя начинали не с него. Ну, будем так говорить, я занимаюсь физкультурой. Я не могу себя назвать спортсменом в полном смысле этого слова, потому что я не выступаю на соревнованиях. Но, тем не менее, я хожу в боксерский зал, участвую, тренируемся там, участвую в тренировках, в спаррингах, в снарядной подготовке. То есть, можно сказать, что я занимаюсь боксом, но для себя. В свое время я начинал свой спортивный путь и выступал на соревнованиях, но по другому виду спорта, по рукопашному бою. Но армейский рукопашный бой, которым я занимался, он предполагает в себе сочетание нескольких дисциплин. Это и ударная техника руками, и ногами, и борьба. Но есть определенный лимит времени, и чтобы достичь успеха, то, конечно, тут нужно очень много времени уделять и всем направлениям. Но во времени мы ограничены. Поэтому для себя оставил физкультуру, функциональную подготовку, ну и бокс. Иногда можно немножко, конечно, побороться, но так вот, в меру. В основном, конечно, в последнее время занимаюсь боксом, потому что очень интересно, очень нравится. И это все-таки, знаете, как классическая музыка. Бокс – это классический вид спорта. И там нет такого сумбура, допустим, как вот в смешанных единоборствах, вот, там, как вот, допустим, смешанная все борьба, ударка, вот. А тут вот, как бы, классика. Слушайте, я вот первый раз почему-то, вот, меня сейчас задело вот именно в сравнении с классической музыкой, в какой направлении можно слушать разную музыку, разных направлений, но ты все время возвращаешься к классике. Да, да. И это как бальзам надо? Бокс, он, как борьба, известен еще со времен Древнего Египта. Даже, по-моему, даже на фресках шумерской культуры изображены некие кулачные бои, если не изменяет память. То есть, вот представляете, насколько древний вид спорта. А потом мы еще разговаривали с вами, что, если кто считает, что бокс это для, в чем-то недалеких людей, да, Александр Сергеевич Пушкин, да, вспоминали, занимался боксом. Да, и Пушкин занимался боксом, и многие другие писатели известные, вот, Эрнест Хемингуэй, вот. Канан Дуэль вспоминали. Да, Канан Дуэль. Много кто из людей образованных, просвещенных боксом занимался. Мы с вами сейчас еще говорим о том, что бокс воспитывает и будущих патриотов своей отчизны. Ведь многие из тех, кто проходил, прошел школу бокса, сейчас на передовой? Да. В СВО? Да, так и есть. Многие ребята, с кем мы занимались вместе, вот, с кем ходили в храм, сейчас участвуют в спецоперации, вот, выполняют свой долг, получают ранения, получают награды, вот. Это героические люди, и они готовились к этому, вот, и очень важную роль в этом сыграла именно спортивная дисциплина. Ведь, как сказал кто-то из древних античных философов, героями рождаются лишь немногие, большинство становится им благодаря упражнениям и дисциплине. Так вот, многие обычные ребята, которые ходили в зал бокса, сейчас совершают подвиги, ратные подвиги, подобные тем подвигам, которые совершали наши святые воины, князья и покровители, как, например, такие, как Александр Невский или Михаил Тверской. У нас в регионе большое внимание уделяется развитию спорта, существует президентская программа по массовому развитию, бокс уже можно назвать у нас на верхнего же массовым видом спорта. Сколько у нас? Около 4,5 тысячи человек занимаются боксом. Из них 2,5 тысячи детей. Да, совершенно верно. Это же большая, можно сказать, такая армия, да? И я знаю, что открыты новые залы и при непосредственном участии русско-превословной церкви. Да, все открытия залов сопровождаются молебными на начало всякого доброго дела и освещением этих залов. В залах присутствуют иконы, иногда события, такие как соревнования, какие-то крупные события, начинаются также с молебнов, вот, а призывание помощи, Божьей, начало всякого доброго дела. Помимо того, что служим молебны и также собираем, привлекаем тренеров и ребят в храмах, вот, помимо этого, есть еще и смысловая нагрузка, ведь многие турниры, они посвящены тем или иным нашим воинам. И вот также мы рассказываем о что-то из жития этих воинов, чтобы эти люди, святые, были примерами для подражания, для подрастающего поколения. И на их примерах уже формируются такие характеры, которые сейчас стоят за Отечество и выполняют боевые задачи. Некоторые ребята, вот, которые занимались боксом, они ведь еще были алтарниками в храмах. И тут как раз вот мы видим пример совместного такого духовного и физического развития. И еще совместно к боксу приходят некоторые профессионалы других видов спорта, да? Да. Это же единое привлечение к спорту. Да, мы едины в духе, вот, и пробуем себя и в других видах, в видах, многие там боксеры, например, играют в футбол, плавают, вот, самбисты приходят боксом позаниматься. Шахматисты. Да, многие, да, как, например, руководитель Федерации шахмат Тверской области Александр Петрович, он мастер спорта по боксу СССР, замечательный человек, вот. Тренера играют все в шахматы. Но я думаю, что вот эта наша программа заинтересует многих родителей, которые, может быть, еще не определились, чему посвятить своего ребенка. Как можно вас найти, а как записаться? С какого возраста ребенок может пойти заниматься боксом? Ну, с 10-11 лет вообще, да, принято, вот. Ну, можно и с 12, никогда не поздно, вот. Но раньше не надо, потому что бокс – это все-таки такой вид спорта серьезный, вот. Самое главное, чему бокс учит – это держать удар. Мы часто, когда в жизни даже вот сталкиваемся с каким-то неприятностью, мы сильно очень переживаем. Иногда мы настраиваем себя неправильно, что-то происходит, и часто многие из нас не могут выдержать каких-то вот скорбей, искушений, трудностей, сложностей, вот. Вот. На самом деле бокс как раз, он учит держать удар. И удар не только в смысле физическом, но и во всех остальных смыслах, вот. То есть искушений не по силам нам не попускается, и этому часто учит спорт. Поэтому мы должны идти выбранным путем, идти дальше, а если какие-то трудности возникают, то, значит, мы все делаем правильно. И подобно тому, как спортсмен преодолевает препятствия, и мы должны эти препятствия все с легкостью преодолевать. Если мы будем об них спотыкаться постоянно, то они будут возникать снова и снова. А если мы будем преодолевать с легкостью, то мы пойдем вперед к успеху семимильными шагами. Что касается занятий боксом, где можно записаться, обращайтесь в Федерацию бокса Тверской области. У них есть свой сайт. Есть свой сайт, есть контакты. Просто набирайте в интернете, приходите. Спортивный клуб «Пролетарка», все его знают, известный в городе спортзал. Там главный зал находится боксерский в Тверской области. Приходите в храм Александра Невского, пообщаемся и направим вас заниматься спортом. Ну и вообще, в принципе, направим на добрые дела, чтобы все было хорошо. — Замечательно. Спасибо вам огромное за вашу работу, за вашу работу с молодежью, прежде всего. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Ирей Кирилл Алексеев, председатель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель епархиальной комиссии по физической культуре и спорту. Спасибо огромное. Будьте здоровы. До свидания. — Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»